Детская площадка В одном из дворов недалеко от развилковской школы вроде и снег утоптан и пользоваться игровыми формами можно без ограничений. Однако нарушение налицо. По правилам снежный покров должен быть убран полностью в данном случае до резинового основания. Помимо наличия снега инспектор смотрит и на общее состояние детского городка. На этой площадке играют дети сразу из нескольких домов. И здесь помимо того, что не убран снег, инспектор нашел сразу несколько других нарушений. В частности, отсутствие ограждения и обязательных информационных плакатов. Еще один адрес в центре развилки. Здесь снега даже побольше. Иногда управляющие компании ссылаются на недавно прошедший снегопад. Но в данном случае такая отговорка не сработает. Существует четкий регламент, когда именно детские площадки должны быть полностью очищены от снега. Они должны быть убраны до основания после окончания снегопада в течение 12 часов. В данный момент мы видим, что уже несколько суток закончился снегопад, а детские площадки управляющей компанией не убраны. У местных жителей еще свежа в памяти прошлогодняя ситуация, сложившаяся на улицах поселения из-за обильных снегопадов. Тогда в течение нескольких дней выпала месячная норма осадков. Поэтому нарушения, которые выявил сотрудник Госадмотехнадзора, им кажутся несущественными. Они считают, что это не их территория, они около домов чистят. Сейчас более-менее, потому что снега немного. Ну, я не знаю, может в этом году получше будет, но в прошлом было очень плохо. Вот потихонечку убирают более-менее, но то, что делается вокруг, печально. Тем не менее, не все местные жители считают, что уборка снега ведется удовлетворительно. На один из объектов, заснеженную тропинку между домами 22 и 29, инспектор приехал благодаря сигналу граждан. Поступила жалоба о том, что данную дорожку обслуживающая организация не убирает очень длительный период. Здесь в прошлом году было проведено благоустройство данной территории по программе губернатора. Суть в том, что данная площадка, будем сейчас выяснять, кто за нее отвечает. После выяснения ответственных лиц и организаций по итогам инспекции будет сделано предписание об устранении нарушений. При этом на виновников наложат шраф в 15 тысяч рублей. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.